Наносится удар по дипмиссии, что вообще запрещено, по вообще любым законам, любым правилам, начиная от шариата, заканчивая международным сегодня действующим правом. Послы неприкосновенные. И вот, ну, проходит 10 минут, я все жду, ладно, вылетели, и все сообщения идут на разных каналах, вылетели, Иран запустил дроны, Иран, там, значит, в Ираке видели, что летят дроны, в Сирии видят, что летят дроны, эти что-то там закрыли воздушное пространство, эти что-то отменили рейсы. И вот идут эти новости, но я все жду, ну, когда они уже долетят? Что у нас главная новость? Это, конечно же, беспилотники, которые вылетели из Ирана. Наверное, нужно рассказать, как я встретил эту новость. Я вообще был в дороге вчера, вчера, сегодня, весь, ну, с вечера и весь день сегодня я был в дороге. И меня эта новость застала в дороге вчера ночью. Наверное, у многих было такое же ощущение, как у меня. Когда эта новость меня застала, я, ну, я увидел сообщение, что из Ирана, значит, вылетели, там, рой дронов. 200, по-моему, называлось какое-то, какое-то количество. И вот, ну, проходит 10 минут, я все жду, ладно, вылетели, и все сообщения идут на разных каналах, вылетели, Иран запустил дроны, Иран, там, значит, в Ираке видели, что летят дроны, в Сирии видят, что летят дроны, эти что-то там закрыли воздушное пространство, эти что-то отменили рейсы. И вот идут эти новости, но я все жду, ну, когда они уже долетят до Израиля, что же будет? Там Израиль говорит, мы готовы принять, там, подняли воздух истребителей, США отправила куда-то авианосец, США, Британия тоже подняли истребители в воздух, что-то там ПВО на какой-то супер готовности. Железный купол активирован, Цахал делает какие-то заявления, иранский КСИР делает заявления, а я все жду, так, а когда они долетят? Пока я жду, когда они долетят, следующее сообщение, что Иран запустил еще какой-то, еще один рой дронов, я думаю, так, погодите, первый еще не долетел, куда второй? Думаю, ну ладно, наверное, массированная атака, хотят перегрузить систему ПВО, опять идет этот просто шквал информации, что где-то их снимают в Ираке, кто-то празднует уже, что они летят, в Ираке празднуют, дипломаты что-то высказывают, опять Нитаниаху что-то публикуют в Икс, Байден звонит куда-то. Я все жду, когда они долетят, и сообщение, третий рой дронов запустил Иран, крылатые ракеты запустил Иран, но они никак не долетают до Израиля, и получается так, что у меня пропадает связь, так как я в дороге, и, в общем, практически всю ночь я был без связи, я так и не дождался, что эти дроны долетели до Израиля. Сегодня утром я, значит, прибываю, у меня появляется интернет, я захожу и смотрю, я-то ожидаю, я думаю, пока всю ночь, я думаю, так, 200 дронов, потом, ну, допустим, еще, ну, там штук 400, короче, минимум этих дронов, крылатые ракеты, еще там что-то, думаю, так, ну, там ущерб должен быть просто колоссальный. Этот купол должен просто максимально быть перегружен, а в итоге утром, значит, я вижу сообщение, что большинство дронов были перехвачены, крылатые ракеты тоже были перехвачены, система земля-земля перехвачена. Перехвачена что-то там где-то в какой-то пустыне, как она у них называется, забыл, в общем, где-то в пустыне что-то там упало, и там, значит, ранило одного мальчика и то бедуина. И еще там 30, по-моему, человек, они, ну, переволновались, типа, из-за вот этой паники, видимо, они обратились к врачам за медицинской помощью. Я думаю, блин, а так можно было, столько шума, столько паники, все там, Ближний Восток взрывается, опять там накал, что-то происходит, и в итоге вот все, что из этого получилось. В общем, я не знаю, правильно ли так говорить, наверное, сейчас кто-то скажет, Томсо, ты должен радоваться, что ничего такого не случилось. Ну, я просто, я хочу сказать, что вот этот шум, шумиха, которая была поднята, и результат, которому это все привело, говорит для меня лично очевидно, что все это, вот весь этот шум был именно для этого и сделан, чтобы в итоге вот этот результат получить и сказать, что вот мы, мол, ответили. Вы понимаете, если мы сопоставим, они на что отвечали? Иран отвечал на убийство своих дипломатов в Дамаске. Вот, смотрите, наносится удар по дипмиссии, что вообще запрещено, по вообще любым законам, любым правилам, начиная от шариата, заканчивая международным сегодня действующим правом. Послы неприкосновенные, были всегда и будут должны быть. Послов никогда не убивают, это считается великим преступлением вообще в любых культурах, в любых правовых системах. Там наносится удар по дипмиссии и погибают дипломаты. Немало там людей погибло, я сейчас количество уже не помню. И в ответ на это выпускается какая-то туча дронов, которые в итоге весь их ущерб, который они наносят, это где-то в пустыне мальчика-бедуина ранило. И кто-то там переволновался, получил стресс. Вы можете это сопоставить, просто убитые дипломаты. И при этом мы понимаем, что Иран теперь говорит все, мол, мы ответили, мы, значит, сделали, мощную там провели операцию. То есть они гордятся тем, что они сделали. Вот вам и делайте выводы, господа. Сказали, что типа 99% все сбито, большинство даже не на территории Израиля. Да, они говорили, что там на подлете они что-то сбивали. Я практически уверен, что цель именно таковой и была. Не было там цели реально нанести какой-то ущерб, ударить там по каким-то военным объектам. Там явно просто нужно было сказать, что мы вот сделали, мы там что-то ответили, типа не оставили это. Но по факту они это оставили. На самом деле они ничего не ответили. Они просто шумиху подняли и все. Везде, где начинаешь спорить с сионистами, у них одна и та же нарратива. На земле Палестины тысячи лет назад жили наши предки. И многие, вроде умные люди, на это ведутся и тоже начинают оправдывать их. Знаете, я осмотрел дискуссию Шевченко с Равином. Хе, забыл его фамилию. Менкель, что ли, его фамилия. В общем, Шевченко это такой, знаете, человек, когда речь идет о России, о Кадырове и так далее. Полное дно его, конечно, вообще слушать нельзя, но когда нужно, например, говорить о притеснении мусульман во Франции, например, хиджабы, запрещения и так далее. Или вот в Израиле палестинский конфликт, он там прям базу выдает. И он реально, он начитан в этой теме, он знает историю. И вот этот вот аргумент этого, этот Равин тоже приводил этот аргумент, что там типа предки, что-то там и так далее. Вот очень хорошо ему Шевченко на это отвечал, говоря, что вот именно как только начинается речь о предках и так далее, это и есть как бы шовинизм, нацизм, когда ты начинаешь оправдывать убийство других людей по признаку, что у меня там предки и так далее. Это, в общем, это очень опасная вещь. Если такая шумиха была при запуске тронов, то все еще будет. Кстати говоря, я забыл, к чему я это все вел. Я из-за этой истории с иранскими тронами, я вспомнил анекдот с детства, что индейцы собрались, это племя в джунглях, собрались на совещание, и вождь говорит там, уже во всем мире, во многих странах, державах есть своя ядерная бомба, мы тоже должны себе сделать ядерную бомбу. И они, значит, самое большое дерево повалили, ствол этот очистили, внутренность ствола убрали, туда запихали очень много пороха, написали, в общем, на нем там куда-то, в какую-то сторону, типа испытать ее, на Америку, допустим, написали, на Америку. И подожгли фитиль, и она очень как долбанула, там всех пораскидала, всех поубивала, и вождя там что-то, конечно, себе оторвало, он где-то лежит, поднимает голову, смотрит на все эти трупы, на все, что произошло, воронку и говорит, я представляю, если здесь говорить такое, то что, какой результат в Америке, что, мол, произошло в Америке. Вот примерно такая же ситуация, я думаю, там, в Иране, народ Ирана, которому это по телевидению, вот мы отправили сейчас там операцию, чуть ли мы стираем Израиль с лица земли, там же вот так все было. И, наверное, те тоже думают, так, если у нас здесь такая шумиха, то что происходит в Израиле? Как ты считаешь, конфликт Иран-Израиль перейдет к ядерному? Ну, я как раз об этом и говорил. Как он может перейти к ядерному, если он, в принципе, не переходит даже к неядерному, к какому-то реальному противостоянию, к там, где проливается кровь? Ну, проливается она, правда, со стороны Ирана, но в ответку мы не видим, чтобы Иран проливал кровь Израиля. Такого мы не видим. Мы видим просто какой-то фарс со стороны Ирана, поэтому я не думаю. Субтитры создавал DimaTorzok